Всем привет! Меня зовут Ромал Мамонов. Для тех, кто не смотрел мои прямые включения и сюжеты в последние дни, я напомню, что я работаю на американских территориях в Пуэрто-Рико. И вот сегодня я прилетел в Сент-Томас, американские Виргинские острова. И здесь я освещаю последствия удара ураганов Ирма и Мария. Последний был самым мощным за 90 лет в этом регионе. И лучше всего, конечно, посмотреть... Лучше всего картинка говорит сама за себя. Я, честно говоря, видел такое один раз в своей жизни, когда ездил в Оклахому освещать последствия торнадо. Так вот, здесь, в Сент-Томасе, в общем, все это Карибский бассейн. Это все тропики, это курорт, любимый, в общем-то, американцами. А давайте я сейчас переключу камеру, чтобы вам получше показать, собственно, насколько здесь серьезный масштаб разрушений. Итак, я сейчас нахожусь на одном из холмов, как раз здесь, в Сент-Томасе. Как видите, здесь, ну, если отвлечься от масштабов разрушений, от разрушенных домов, в общем, абсолютно такая идиллическая курортная картина. Заливы, голубой океан, прекрасная абсолютно погода, голубое небо. Пока я сюда летел, мы пролетели через какую-то грозу, правда. Интересно, что я вообще собирался останавливаться в другом отеле, но он абсолютно разрушен. Я проехал мимо него на машине, на такси, и там от отеля, собственно, остались одни стены. Вот видно военный вертолет. Сейчас в аэропорту как раз, когда я прилетел, там стоят тенты, в которых живут военные. Кроме того, очень большого количества, которые пришли с Винтика-Левских островов. Такая же ситуация в Порт-Рико. Очень много порториканцев, послушавших в армии или в национальной базе, они решили вызваться и добровольно сюда приехать. Так вот, в аэропорту я увидел военных полотнатках с балетами, с гуманитарной помощью. Собственно, давайте посмотреть, что произошло здесь. Вот если видите, очень много домов, у которых посносила крыша. По-прежнему улицы завалены мусором, листами железа с крыши. Вот видите, от некоторых зданий вообще ничего не осталось. Буквально их разломало до основания. Вот дом буквально поближе у него. Как видите, снесло черепицу с крыши. Люди понемногу восстанавливаются. Здесь почти везде слышен звук электрогенераторов, потому что... И вообще самые счастливые, конечно, люди сейчас, это те, у кого есть электрогенераторы, потому что ни сотовые связи, ни электричество сейчас здесь долго нет. Работают операторы с перебоями. Интернет крайне медленный, и поэтому я, собственно, и не вышел в Facebook Live, а захотелось, в смысле, как хотелось, а пришлось записывать это в помещение. Кстати, вот если посмотреть, это максимум, к сожалению, который позволяет iPhone приблизить, вот видно, что там несколько, ну, собственно, в заливе, на берегах залива, видно, что несколько яхт, несколько парусных судов были просто выброшены во время урагана на берег. Такой силой был шторм. И вот здесь, опять же, еще в одном месте, как видите, прям на один из молов, видимо, который гасит волны обычно, вот выбросило, причем достаточно большой корабль, достаточно большое судно. Здесь повсюду, пока я ехал из аэропорта в гостиницу, на улицах можно встретить мальчиков, на улицах можно встретить военных, которые помогают как раз разгребать все эти завалы, разгребать, убирать, распиливать упавшие деревья, и, кроме того, людям, конечно, раздают гуманитарную помощь. Кстати, как раз вот здесь вот, в Шундуке, видно порт, там сейчас пришвартованы несколько кораблей с контейнерами, с которых разгружают как раз в первую очередь гуманитарную помощь и те продукты первой необходимости, которые острову и жителям острова сейчас необходимы в первую очередь. Я напомню, что ураган Мария, который пронесся над регионом чуть больше двух недель назад, он был самым сильным за последние 90 лет. В Пуэрто-Рико без электричества остались просто вся страна, в смысле вся американская территория, 3,5 миллиона человек. Когда я улетал сегодня оттуда, по последним данным, примерно 92-94% населения по-прежнему оставались без электричества, примерно 80% территории остаются без сотовой связи. По последней информации, в Пуэрто-Рико погибли 34 человека, эту информацию мы давали. Если вы пропустили мои материалы, заходите на сайт «Голоса Америки», заходите на страницы в нашем социальных сетях, смотрите программу «Настоящее время». Везде материалы, собственно, которые мы отсюда готовили из Пуэрто-Рико. И в пятницу смотрите мои материалы о последствиях урагана Мария в пятничном шоу «Настоящее время Америка». Меня зовут Роман Мамонов. Спасибо, что вы с нами.